Сергей Степанов. Кошелек и жизнь. Психологические подсказки по выживанию. Читает Владимир Нестарович. Только для взрослых. Вместо предисловия. В 1915 году мещанин Саша Корейко был 23-летним бездельником из числа тех, которых по справедливости называют гимназистами в отставке. Реального училища он не окончил, делом никаким не занялся, шатался по бульварам и прикармливался у родителей. В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом. Он идет по улице и вдруг у водосточного желоба, осыпанного цинковыми звездами, под самой стенкой находит вишневый, скрипящий как седло, кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег. 2500 рублей. А дальше все будет чрезвычайно хорошо. Он так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы, в асфальтовом углу, образованном выступом дома у звездного желоба. Там лежит он, кожаный благодетель, чуть присыпанный сухим цветом акаций, в соседстве со сплющенным окурком. На улицу Полтавской Победы Саша ходил каждый день, но, к крайнему его удивлению, бумажника не было. И Саша ошалело брел домой, валился на красный плюшевый диван и мечтал о богатстве, оглушаемый ударами сердца. Прошли годы, но и в наши дни мечтательное визионерство, осмеянное авторами «Золотого теленка», продолжает оставаться излюбленным занятием непрекаянных гимназистов в отставке. Более того, активно поощряется создателями квазинаучных теорий, поразительно похожих на сказки про волшебную палочку. Суть всех этих теорий вкратце такова. Человек способен одной лишь силой воображения менять окружающую реальность и, соответственно, свою судьбу. Происходит это потому, что наряду с объективно наблюдаемой реальностью существует своего рода зазеркалье, огромное пространство альтернативных реальностей, включающие как желаемые нам варианты, так и те, которых мы опасаемся. Сосредоточившись на мыслях о том или ином варианте, можно как бы перепрыгнуть из нынешней реальности в иную, в которой воплощаются либо наши мечты, либо страхи. Поэтому любые мысли о неприятностях надо гнать, чтобы буквально их на себя не навлечь. И, напротив, свои желания и мечты следует мысленно культивировать, визуализировать, представлять в виде ярких образов, которые не замедлят материализоваться. Поскольку речь тут идет о психических, ментальных процессах, неудивительно, что такие теории порой провозглашаются новым словом психологии, а посвященные им княжонки соседствуют на прилавках с трудами психологов, составляя им серьезную конкуренцию в битве за кошелек обывателя. В этой битве психологи сегодня явно проигрывают своим самозванным коллегам. Проигрывают, потому что не могут никому предложить легкую сбычу мечт, напротив, чаще взывают к зрелому здравомыслию, которого как раз и недостает у современных гимназистов в отставке. Психологам, конечно, тоже есть что сказать насчет силы мысли и исполнения желаний, только их рассуждения рассчитаны на взрослых людей, которые понимают, что жизнь мало похожа на сказку, и мечты в ней сбываются не по щучьему велению, а совсем по другим законам. Почти полтораста лет назад американский психолог Уильям Джемс говорил, изменяя внутреннее отношение к жизни, человек способен изменить и внешние аспекты этой жизни. При этом он вовсе не имел в виду, что преобразование внешних обстоятельств происходит только за счет изменения отношения к ним. Трансформация реальности происходит за счет того, как человек действует, ведет себя в этой реальности, а его поведение действительно определяется ходом его мыслей. Наглядным примером тут может послужить поучительный опыт современника Джемса, английского естествоиспытателя Фрэнсиса Гальтона. Двоюродный брат Чарльза Дарвина был блестящим ученым, и ему принадлежат важные открытия в области географии, метеорологии, криминалистики. В психологии он известен как создатель так называемого близнецового метода изучения наследственности, а также первых тестов. А некоторые его наблюдения и эксперименты не укладываются в рамки ни одной теории, но тем не менее интересны и сегодня. Однажды сэр Фрэнсис решился на своеобразный эксперимент. Прежде чем отправиться на ежедневную прогулку по улицам Лондона, он внушил себе. «Я – отвратительный человек, которого в Англии ненавидят все». После того, как он несколько минут концентрировался на этом убеждении, что было равносильно самогипнозу, он отправился, как обычно, на прогулку. Впрочем, это только казалось, что все шло как обычно. В действительности произошло следующее. На каждом шагу Фрэнсис ловил на себе презрительные и брезгливые взгляды прохожих. Многие отворачивались от него, и несколько раз в его адрес прозвучала грубая брань. В порту один из грузчиков, когда Гальтон проходил мимо него, так саданул ученого локтем, что тот плюхнулся в грязь. Казалось, что враждебное отношение передалось даже животным. Когда он проходил мимо запряженного жеребца, тот легнул ученого в бедро, так что он опять повалился на землю. Гальтон пытался вызвать сочувствие у очевидцев, но, к своему изумлению, услышал, что люди принялись защищать животное. Гальтон поспешил домой, не дожидаясь, пока его мысленный эксперимент приведет к более серьезным последствиям. Эта достоверная история описана во многих учебниках психологии. Но свидетельствует она вовсе не о магической материализации мысли. Неприятности ученый навлек на себя не одной лишь силой мысли, хотя она и выступила первопричиной. Глубоко проникнувшись опасным представлением, Гальтон и вести себя начал в соответствии с ним, и весь его облик, манеры, осанка, выражение лица просигнализировали миру, какого отношения он якобы заслуживает. То, что подобным образом можно достичь и иного, положительного результата, тоже давно не секрет. Томас Мор писал, если вы хотите добиться успеха, вы должны выглядеть так, словно вы его уже добились. И снова речь тут идет о внешних, поведенческих аспектах наших представлений, ибо одним лишь представлением цели не достигнешь. «Одним лишь смотрением крепости не возьмешь», – говорил Александр Суворов. Понятно, что имел в виду гениальный полководец. Без внутреннего настроя на победу неприятеля не одолеть, но выигрывают сражения осязаемые ружья и сабли в руках умелых и отважных солдат. Первые данные об эффективности визуализации предвосхищаемого результата были получены в области психологии спорта и в дальнейшем были поспешно распространены на достижения в любых областях. При этом упускается из виду, что в случае спортивных состязаний речь идет об атлетах, которые всем ходом длительных тренировок добились абсолютного автоматизма в выполнении всей последовательности движений, необходимых для достижения результата. Решающее значение для них приобретает интенсивность либо точность этих движений. В этих случаях зрительное предвосхищение достижения цели действительно приводит порой к улучшению спортивных результатов. Во всех прочих областях, особенно это касается планирования карьеры, построения общей стратегии жизненного пути, визуализация не только не приносит желаемого результата, но может привести и к противоположному. Профессор Калифорнийского университета Шейли Тейлор предостерегает. Во-первых, визуализация приводит к отделению цели от средств, необходимых для ее достижения. Во-вторых, она преждевременно провоцирует радостное ощущение успеха, когда вы еще ничего реально не достигли, а это отвлекает ваши силы от цели. Иными словами, воображаемый образ может выступить замещением реального успеха и тем самым снижает прилагаемые вами усилия, а то и вовсе заставляет от них отказаться. В своем эксперименте Тейлор провел упражнение по визуализации с двумя группами студентов незадолго до экзаменационной сессии. Одной группе предлагалось образно представить достигнутый успех, получение высшего балла. Другой было предложено вообразить себя за чтением учебников, ведением конспектов и прочими учебными занятиями. В ходе реального экзамена, состоявшегося через пару дней, вторая группа получила более высокие оценки, причем уровень стресса у этих студентов оказался заметно ниже, чем у тех, кто заранее радовал себя предвосхищением успеха. К тому же очевидно, когда речь идет не о забрасывании мяча в баскетбольную корзину, а о каких-то более сложных жизненных задачах, в том числе и финансовых, детальное предвосхищение результата – это всегда иллюзия. Ничто в жизни не происходит в точности так, как мы это предвкушаем. Поэтому даже добившись своего, человек все равно рискует остаться неудовлетворенным, что-то наверняка произойдет не совсем так, как мечталось. Профессор Тейлор советует – цель необходимо перед собой иметь, но любоваться на нее, пока она не достигнута, явно преждевременно. Сосредоточиться следует в первую очередь на средствах ее достижения. Высокую эффективность обеспечивает не мечтание, а планирование. Тем более, что план – это и есть мечта, детально и скрупулезно приближенная к действительности. Таким образом, рецепт исполнения желаний существует, он очень прост и подразумевает три практических шага. Шаг первый – четко реши, чего ты хочешь от жизни, в частности, в финансовом отношении. Шаг второй – обдумай хорошенько, что для этого надо сделать. Шаг третий – иди и делай. Понятно, что этот простой рецепт не может воодушевить мечтательных гимназистов в отставке. Все мы в детские годы, когда уже много чего хотим, но еще мало что можем и умеем, любим сказки про волшебные палочки и скатерти-самобранки. Но потом мы взрослеем и начинаем понимать, что жизнь мало похожа на сказку. В ней для исполнения желаний совершенно недостаточно ни щучьего веления, ни моего хотения. Увы, повзрослеть удается не всем. Иные и взрелые, казалось бы, годы продолжают грезить наяву, наивно надеясь, что плоды их мечтаний сами собой просыплются в подставленные ладошки. И если вы также рассчитываете найти в этой книге советы, как вам настроиться на денежную волну, или в каком углу вашего жилища вырастет денежное дерево, не читайте эту книгу. Лучше вернитесь в прилавку, на котором вы ее нашли, и поищите по соседству сказки для детей, не сумевших повзрослеть. А эта книга для взрослых, способных и готовых кое-что делать для достижения своих целей. Хотите стать богаче? Наверняка хотите, иначе вы не держали бы в руках эту книгу. И не стоит стесняться этого естественного желания. Как свидетельствуют данные социологических опросов, подавляющее большинство людей, сколько бы у них ни было денег, хотели бы иметь их побольше. Не составляет исключения даже мультимиллионеры, ведь и они, денно и нощно, пекутся об умножении своих капиталов. А коли миллионов у вас еще нет, тем более, естественно, о них мечтать. Однако просто мечтать недостаточно. Необходимо правильно оценить роль денег в своей жизни, а также те свои индивидуально-психологические особенности, ведь все люди разные, которые могут вам помочь или помешать в достижении желаемого достатка. Прежде всего, необходимо отдать себе отчет, зачем любому человеку и конкретно вам нужны деньги. Свою задачу автор видит в том, чтобы освободить читателя из плена иллюзий и помочь ему начать полнокровную жизнь с опорой на здравый смысл. В этой книге вы найдете некоторые поучительные примеры и описание ярких психологических экспериментов, а также психологические тесты, которые помогут вам лучше разобраться в себе и найти самые правильные пути к достижению финансового благополучия. Необходимо отдать себе отчет, кто и зачем навязывает нам ложные установки, что мы приобретаем и что теряем, когда неосмотрительно принимаем их на веру и превращаем в собственные убеждения. Отфильтровав чужие ценности от своих собственных, мы начинаем жить своей головой. А коли голова на плечах есть, то и жить начинаем неплохо. Вам бы этого хотелось? Если да, то значит книга и в самом деле для вас.